Это мы на голубя отнимаем второй. Володя подтаскивает мешки. Разбили их пополам. Примерно 40 мешков по 35 килограмм. 35 будет килограмм в мешке? Да. А то и по 40. Ну ты считай. Если по 40, 1600 килограмм поднять. Это голубям. Голубям. Притом это нынче он дал не отходы. А чистое зерно. Вот я даже могу показать. Вот видно. Кто-нибудь скажет. Ну толк то какой. Да никакого. Вот они лежат в мешке. Видите какие нагруженные. Вот эти вот серые. Которые никудышные. Прям в руках разваливаются. А это мы уже разбили их пополам. Завязанные. Это наши. Подвешивать будем. А это так называемые тюрьки. Большие банки в них насыпать будем. А потом большие бочки есть. О. Вот мешки подняли. А теперь завязанные. А теперь завязанные. И на крюки. Так. Вроде навешивают. Железный крюк. А чтобы голуби не пачкались. Сверху вот такими кульками бумаги крепкой. Видите сколько висит их здесь. Раз, два, три, четыре. По два мешка. Четыре. Раз, два, три, четыре. И шестнадцать. По два. Тридцать два таких уменьшенных мешка. А потом насыпаем вот эти. Называют ее реки. Это мне давал. А. Макаронная фабрика. Тут желток. Тут что они имели. Ну. Высокие, хорошие. Вот запечатанную не снимаешь. Насыпаешь. Вот они у меня сколько-то. Мне показалось, что вот сюда вот головка села. Но я не буду трогать. Вот на трубе. Да, еще я видел там что-то мастилось. Вот это, как вот сделали, это Калашникову, крышу. Мне очень нравится. Распорки со всех сторон. Видно, что специалисты хорошие делали. Честные ребята. Просто поудивляешься. И как у них. И которые столбушки эти стоят, они на перекресте схватили их. И тут врезали. И там на поперек идут перехват. И дополнительные здесь длинные, потому что стропила. Они их захватили. И стропила разбита. Доверху еще там взяли. Это раз на два разбита. На четыре части стропила. Вот там везде голуби сидят. Дикари такие. Вот как. Показать. Я давно не показывал. Когда я есть даю. Это вот такая вот висит у меня, премудрость. Она висит на проволоке. Но проволоку они не видят. И чтобы не ударялись, к ней привязана палочка. Ну, а тут пшеница. С ней маленько сбрасываешь. Вот они где, мои голуби. Ох, сколько их. Недавно только пришлось убирать отсюда их 14. Даже два раза. Кладятся очень быстро. Дикарьки сидят. Не те, что дикарьки с хохолками появились. Как они так хохолок у дикарей, не знаю откуда. И главное, вместе с ними эти кувыркаются, летают турманы. А эти нет. И тоже в стаи летают. Ну, некоторые познакомились. Вышли замуж за дикарей. Ну, по-нашему сказать, за иноземцев. Ну, погоди тут прицепляем. Ну, пока это без этой давай. Без кулька. Кульки потом я уже. Это у нас сегодня, наверное, 5 сентября. Начали копать картошку, ничего не получается. Туда-сюда, туда-сюда дергается. Ну, погода хорошая. Сейчас на второй голубятни. Это вторая называется, первая. Там у меня высокая. И попутно показать окрестность. Какая красота тут. Вот я смотрю отсюда. Везде сады. Мало того, околки. Береза. А вот где желтеет, вот это вот. Это осина. Она сделается красная-красная. Вот видно, как дальше Игорь и Грещиха. И вот это дальше, это железная дорога. Столбы идут. Напрямую этот километр, может, два с половиной. Вот перпендикулярно. Вот так вот, смотрите. Вот здесь примерно. Ну. А вот это мы уже на этой территории. Мы уже тут построили. Гостей ждем. И здесь Михаил Кальмаев был. И здесь, в общем, так же. Сверху смотрим. Это уже новая пристройка. А там большие кучи. Вот это. Это селосные ямы когда-то были. Копали. Селосные ямы. Рядом траншеи. Из которых земля вынималась. А селос. То есть мелкорезаная кукуруза ложилась. Ну все. И здесь вот у нас видно, что мы отмолвшку сделали вокруг. Уже наша работа. Это дом Пащенко теперь. Отошел. Вот остались пять бочек Витя подарил после смерти отца своего Николая, Царству Ему Небесное. И вот мы их мешки у нас по три с половиной ведра. По четыре с половиной мешка в каждую бочку. Это вот то, что не вошло, потому что бочки еще не выдохлись. Вниз была какая-то краска. Вот осталось еще три бочки. Хорошие бочки. Плотно закрываются. Ну просто отличные бочки. Мы их поставили тут на подкладки. Потому что тут какой-то пол был неважный. Из дерева плиты. Вот это на бывшем Калашниковом доме теперь Пащенко. Дай Бог всем спасения душевного. Вот туда мы на голубятню все занесли. А это запасной еще здесь будет. Ну вот умножить на пять бочек. Пять. По пятнадцать ведер. Вот считай. Дальше шесть мешков. Это я иду к своей резиденции. К своей резиденции. Вот. Рядом стоит голубятня. Как говорят, сюрреалистичная. Там уже Володя. Все у нас приготовлено специально. У меня такие дрожат. Колесико там. И вот мы уже все приготовили. Вон залез. Залез. Сейчас я ему буду подавать. Снять-то некому. Ну, короче, там через колесико подцепляю. И поднимаем. Это все нужно для голубей. Любой человек нормальный скажет, что попало делать. Ну, Игорь барабашит. А вот когда голуби тут высыпят. Вот они. И даже показать. Нынче я с дикарями первый раз их держу. Они перестали болеть у меня. Ну, это счастье их вышло. Счастье. Видите, подружилась она белая с сизарем. И, видимо, что она голубка. Он топчет. И я уже видел. Вот. Володя ждет меня. Я решил тут заснять немножко. Вот заметил на дороге стеколка. Наклониться я не могу. Сейчас будем поднимать. И маленько дождик забрызгал. Обещали погоду хорошую. Хорошую это солнечную. Но что-то маленько не сошлось у них. Как по словице говорят. Бывает, говорят, врут, врут. А потом ошибутся и правду скажут. Это о метеосводках. Самый лучший в рай. Это в Дании, что ли, конкурс был. Они заняли первое место и обиделись. Улисы без изменений. Жаркая погода. А дождь идет. Ну, вы, говорит, хоть выгляните. Руку высуньте в форточку. Вот. Видите, как у нас здесь сделано. Колесико. Сейчас я буду присыплять и поднимать. Он там будет засыпать в тюрьки в эти. Ну, показать это, снять некому. Вот откуда я пришел. Берема, видны, косу на поле. Володя там выглядывается. Еще не дождешься? Счастья подам. Все. Мы уже рассыпали. Мешки большие. Так. Например, по полтора-два ведра. По два почти ведра в каждый мешок. Из шести получилось двенадцать. Ну, и попутно подам воду. Уже налитая, принесенная, в кустики спрятанная. Вот как. Это первый этаж земля. Второй этаж. Это колокол там все. Третий этаж. Вот. Это четвертый. Это где Володя находится. И на крыше пятый. Крыша девять метров шесть. Вот мы поднимаем на голубятню зерно. Игнатьич внизу подцепляет. На петлю делает. Он затягивает. Новые рукавицы взял брезентом прошитые. Вот такая вот у нас сделана. Подъемник. Одну веревку он поднимает мешок. Один край веревки. Второй край тянет сам. Вот он подходит. Тяжело, конечно, ему. Но с Божьей помощью справляется. А вот мешок поднимается ко мне. Вот он у нас колесико крутится. Чтоб тяжело оказался. Иначе все усилия делал. Чтоб это щит. А вон Валентина Тихоновна. Эй, остановись потом. Вот мешок дошел до меня. Вот я его притягиваю. Сюда. Сверло. Сейчас петлю тут. Позвал на помощь. Съемки. Давай. Ну что, Валай, там принимай меня. Это опускай аппарат. И вы нельзя руками браться. Ну, ладно. Откуда я знал? Я вот представь себе. Снимаю, поднимаю. 16 мешков. Ну, 8 разделили. Надо, чтобы легче поднимать. И никого нигде нету снять. И вот остался только один, 16-ый. И тебя Бог послал. Это моя сестра Валентина Тихоновна. Так, ты поняла, нет, что нужно делать? Тут вот цифра бежит. Видно, что идет съемка. Так. Вот, 24-25, видишь? Ага, ага. Ничего нажимать не надо. Руку просовывай. И посмотри, как я поднимаю. Последний мешок. Никуда не нажимать? Ничего не нажимай. Особенно бойся вот этот нажать. Ага. Ничего не надо. Как я пойду, и ты за мной покажешь. Некоторые не знают, что такое радость труда для любимого дела. Голубей. Показывай. Вот. Я теперь беру. У нас там вверху колесико. Вон оно какое, видишь? Покажи вверху колесико. Направь на него. Вот так. Колесико. Теперь я вот так мешок перегибаю вдвое. Мы их разбили. Мешки надо, чтобы легче было. И петлю надеваю. Тогда она затягивает и не дает выскочить ему. Вот теперь, чтобы поднять, я должен двигаться. Перебрать вот так вот. У меня никаких сил нет. Надо просто передвигать бы руками. Это я бы поднял ее. А она сжется. Вот. Теперь я надеваю рукавички новые. Тяну за палку. Вот эту черемуховую. Так уж все у меня сделано. Вот. Теперь я упираюсь вот так вот. Посмотри на мешок. Мешок как отрывается от земли. Пополз. Пополз. Вот так потихоньку. Теперь гляди, как я иду. Трава высокая. О, теперь я могу побыстрее идти. Вон, Володю, покажи. О, смотри, где я. На меня гляди. Все. Спасибо, Христос. Последний подняли. Кто посмотрит, любой скажет, это глупость. А Макарий Египетский идет по пустыне, а его встретил. Ты на меня-то направь. А куда направляешь-то? Макарий Египетский. А его увидел, вот, один паломник, и что он несет мешок. И говорит, отче, дай я помогу тебе. Он говорит, не дам. А почему? Аз, аз, я томлю, томящего у меня. Песок нагреб в одном конце пустыни, и в другой конец пустыни несет. Вывалил, там опять нагреб. Вот кого строителей-то надо было нам нанимать-то. Вот я целый день томлюсь. Сегодня картошку начали копать. А тут столько переживаний. Там принесли. Ну, я не знаю, это тонны полторы зерна. Чистого зерна. Видишь, какое дал Игорь. И вот мы уже, все последнее. Теперь я полезу там выступать. Тебя благодарю сердечно. Тебя Бог послал. Тебя бы не было, ничего бы не сняли вот этого. Ой. Можешь здесь перелезти. Ты с какого года рождения-то? А? Рождение у тебя с 52-го? Ну, давай. Шесть сыновей и дочь. Все здесь лепятся сейчас к ней. Вот, да мало-то еще на мотоцикл сядет, едет. А сейчас на велосипеде. Всегда с улыбкой. Никогда не видел, чтобы она болела или что. О, опять поехала. Как будто что-то или к снохье, или что-то набрала. То помидоры во все концы. Даже этому пьяницу-брату в Корчуно непрерывно ездит и как-то старается смягчить его участь. Вот оно. Все. Бог в помощи. А это я покажу на той голубятне, где мы были. Вон они сидят, мои голубкие. Ну, что тут понимать? Слоны и кошки. Так и курицы и голуби. Большая разница. О. Вот этот скворечник мой. А это голубятня. Вот это вверху столбы упираются в железную сваренную плиту. А это подпирает тоже железное и ограничители там у нее сбоку. То есть ни один хорек, колонок больше уже 15 лет не может залезти. А до этого губили голубятню всю. Никак. Эта веревочка-то она убирается. Все, пока. Вот я залез на голубятню. Баки заполнили. Володя ставит их на наши тюрьки. Остатки. Сильно не качай. Еще убери этот посудинку-то. Ну и бери следующий. Тут осталось-то что? Два мешка? Один. Один? Да. Один, так один. Совсем мало. Вон они где летят. Дикари прижилися. Вот это я сверху. Сверху вот. Интересно, 16 раз я... Ну, хоть бы кто-то подошел. Деревня как вымерла. Все на своих делах. Никого нету. И вдруг сестра идет. Это я хотел голубей снять. Полетели они. А они вон где садятся. Все зари. Ага. Наши место гладкое. Сильно не качаю ее, боюсь. Как бы не упала. Голубятни. Меня вот сегодня заинтересовала вот эта работа с дикарями. Когда они наши. Перестали болеть мои голуби. Абсолютно. Ну, кормить приходится дикарей. А я их заметил, чтобы чужих тут не было. Вот они. Ой, как они. Тоже прилетают. О! Это Валентина Тихоновна. Уже назад катит. То за грибами, то за ягодами она. Ну, непрерывно везде ездит. Что-то достает. Кому-то помогает. Кому-то звонит. Ходотайствует. Вот мама так приучила наша. Сверху там видно поле грешишное. Ну, на солнце плохо видать. А там, вон, далеко видать стадо наше. Ну, тело. Кудовое. Стадо. Ну, что, Игнатьич, я пойду, картошку надо. Да, картошку надо. А то что-то поливает потихоньку. Ну, вон, далеко видно элеватор. Это 20 километров. Давай, закрывай здесь все. Слазим вместе. Стойте, липучка. Ты тут ничего не сдвинул? А что я должен был сдвинуть? Ну, вот я спрашиваю. Вода не закрыта. Так. Закрывай. Вот с этой стороны там дом Глушкова, видать. Дальше, видать, вот эта балерина. Балерина, тестомес. А еще левее лабос. Там все у нас. Ох, Господь милостивый. Какая красота. Это вот теперь Володя Пащенко, дом-владитель. А это Никита Колесников. Вот как с крыши видно. Видите, какие сараи. Вот, допустим, дом. А сарай-то, ну, дом-то 9 на 9. А то это 9 белое. И вот представь еще сколько идет. Такие труженики были. Калашникова. Калашникова Петр Григорьевич. А за ним моя сестра Идакия Тихоновна. Что, веревку скидывай? Так, все, снимай. Веревку скидывай, да? Сегодня 5 сентября 16-го года. Везут железо кровельное в разные заготовки. А, звук ленин. Это братья. Потеряю, как все с нуля. Пожалуйста, заказать все можно. Были бы деньги. Кровельное железо, специальная машина. Конечно, сама разгружается. Впереди Исааки гонит коров. Вначале Павел насадил 12 березок. Видите, как все меняется. Мы тут составили музей почти. Настолько все интересно. А когда человек в окно так осмотрит, судит других, он и не в интернет-то ничего не может выставить. Он ничего нет. Одно и то же. Ну, не будет же он стоять, как на остановке стоял. Хотя на остановке стоят, я вот стою, и вдруг ГТРК подходит. А вы не дадите нам интервью? Прошел одну остановку, опять новая какая-то станция. Опять спрашивает, подходят. А как вы мыслите вот об этом? То есть, они не специально на меня выходили, а Господь так делает. У нас есть что сказать. Вот, подъехали. Пожалуйста. Вот вечер уже сегодня. Батюшка сейчас больших карпов поймал здесь. Весной только мальки запущены были. Маленькие. Вот пруд делали. А тут вот сегодня машина заезжала и повредила у меня. Вот мозг. Я знаю, кто это делал. Защищу с него, чтобы правильно ездил. Ну, поставили. Ребята. Замочек свой. Там свой повесили. Эти как. Время у нас почти нету. Коров пригнали в семь. Устанавливаем. Осталось еще две бочки поставить и засыпать. Шмешки уже рядом. Это все для голубей. Ну, все, ставь. Чтобы там проход был. Устанавливаем. 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 Устанавливаем.